Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Сейчас я нахожусь на одном из объектов. Заказчик обратился к нам следующей проблемой. Он купил дом без вот этого навеса. Ну и сам, конечно, начал строительство, начал модернизацию, какое-то изменение и столкнулся с следующей проблемой. Ему надо сделать эту пристройку. Он пристройку сделал. Видите, сосок торчит. Это коаксиальная труба. Для газового котла закрытая камера сгорания. И в таком варианте он быть не может. Газы остаются под этим навесом. Ни в коем случае так не надо делать. Если вы попадаете в такую ситуацию, то вы должны понимать и решать эту проблему. Решается она несколькими способами. Первый, выводится труба вверх через раздвоенную систему дымоудаления, либо коаксиальная труба выводится в горизонтальном участке. Но прежде чем вывести коаксиальную трубу в горизонтальный участок, вы должны посмотреть паспорт на котел. У каждого производителя горизонтальные участки они разные. В нашем варианте это протерм и в горизонте можно ставить четыре с половиной метра трубы. Но снова же эта труба не должна быть голая. Производитель не пишет, какая она должна быть утепленная, не утепленная, но пишет горизонтальный участок. Окей. Но мой вам совет из практики ни в коем случае не ставьте не утепленную трубу. Особенно если вы находитесь где-нибудь в Сибири, в Красноярске, в Хабаровске, где очень холодно, там стабильно замерзали трубы. Даже в наших условиях, так как я работаю в Республике Беларусь, все равно идет промерзание на горизонтальных участках. Эти проблемы мы сейчас будем решать несколькими способами, вернее одним способом. И заказчик единственное, что попросил, чтобы мы сделали в цвет дымоход, цвет каркасов, цвет деревянных конструкций. Сейчас я вам покажу, с какими материалами будем обработать. Во-первых, это коаксиальная труба. И коаксиальная труба будет использоваться с растромным соединением. Почему с растромом? Потому что эти все сегменты есть на таких силиконовых соединительных манжетах. Не надо, не ставьте их. Здесь еще был вариант следующий, как можно было вывести трубу. Либо прямой участок, то есть сейчас из трубы выходит под определенным углом, в районе там 3-5 градусов труба. И мы будем ее выпускать по горизонту. Это первый вариант, к которому я пришел. Поэтому я и говорю, почему должен быть растром. И еще один вариант был использовать углы 45 градусов. Для меня, возможно, это было бы проще. Ставим 45-45 и выходим, немножко смещаемся вниз. Аккуратно выходим мы под свесом. Да, это проще для меня, но для заказчика, во-первых, это дороже. И во-вторых, конструктивно это не очень красиво. Поэтому будем выходить, ставить коаксиальную трубу, соединять. Еще один, когда вы начинаете модернизировать вот эту систему, у этих насадок окончания неизвестно, что выходит на стенки. Это может быть 60 минус, как правило. А снаружи будет, скорее всего, 100 минус или 100 плюс. Но я думаю, что, скорее всего, будет 100 минус. И поэтому, когда раз труб есть, то эти трубы, они по-разному сделаны. Здесь плюс внутренний 60, здесь минус. Ну, а сотка, наоборот, плюс-минус. Я могу просто ее достать, убрать вот эти вот кольца, усиление центровочное, достать, поменять трубу, как не надо, и вывести в сторону. Вот это один элемент. Затем будем использовать вот такие вот цилиндры. Изоляция будет 25 миллиметров. И наружный участок у нас уже будет 150-ка в полимерном исполнении. То есть мы ее всю спрячем. Для того, чтобы это было с технической точки зрения, конечно, красиво. И вот наша полимерная труба. РАУ-7024. Графиточка. Турецкий порошок. Не было финна. Нормальный порошок. Никаких вопросов к нему тоже не возникает. Ну, снова же, это под навесом, поэтому нагрузок, атмосферник никаких нет. Ультрафиолета тоже нет. Поэтому здесь все будет стоять. И вот сейчас вот перед нами такое вот окончание 100 на 60. Окончание довольно неплохое, потому что газы выходят вверх без рассекателя, потому что очень много их исполнений, разные производители. И мой вам совет, конечно, чтобы внутренняя труба гораздо дальше выходила на сантиметров 15-20 от воздухоподачи. Потому что, как правило, отсюда газы засасывает вовнутрь и происходит обмерзание. Поэтому на эти окончания надо обращать очень сильно внимание при покупке коаксиальной трубы. Поэтому сейчас мы достанем вот эту вот насадку, мы ее модернизируем. С креплением немножко переделали, потому что изначально планировали, ну, реально по-другому хотели хомутик поставить. Но в итоге у нас такая вот полка была. Это вот удлиненное крепление, часть, вернее, п-образная форма от 150 диаметра. И смотрите, вот как утепление. Утепление поставили. Здесь внутренняя вот труба 60 на 100 коаксиальная и утепление, потом 150-ка труба. Вот с такой вот изоляцией проблем у вас не будет с промерзанием. Конечно, мы сделали все под наклоном, все смотрит вниз и кондиционер, который будет, он будет стекать вниз. Он будет у вас всегда. Мы продолжаем работать, просто ему сейчас зашиваем утеплитель, и потом вы его не увидите. Но вы должны понимать, что вот это называется изоляция. И ни в коем случае не оставляйте трубу неутепленную 60 на 100, просто выкидывать снаружи в районе там 2-3 метров. Нет, нельзя. У вас будет промерзание, скорее всего, котел будет просто у вас отключаться. Смотрите, что у нас получилось. Вот эта утепленная труба 150 диаметра и внутри, конечно, мы поставили утеплитель. И вот она пошла вся-вся-вся, утепленная труба и до самого конца. Вот от дома. То есть под навесом. Здесь вот этот участок, последний, который остается, это кислоустойчивая нержавейка IC316. Мы ее также сделали в полимерном исполнении, потому что одно из условий заказчика, чтобы труба была именно в полимерке. Он попросил в цвет. Мы ровненько попали. Вот кровля, вот отлит. Здесь уже все сделано, как заказчик попросил. Здесь заглушка стоит. Ну и еще, чтобы вы понимали, здесь уклон должен быть. Если вы выходите в таком положении, то 45 градусов должен быть уклон. То есть за 45 должен уходить. Это требование. Ну, по крайней мере, у нас в Беларуси. Они работают. И ни в коем случае нельзя, чтобы вот эти газы оставались вот здесь вот до ливневой системы. Поэтому воздух, вот эту вот насадку верхнюю, мы также ее переделали. Мы сделали ее, вырезали внутреннюю часть и 60-я труба полностью прошла через стандартное окончание. Ну, а здесь количество воздуха, которое необходимо, будет поступать и запуск столько, сколько надо. Ну, и, конечно, здесь еще один вопрос. Зазор мы оставили его немножко больше. Между ливневой. Для того, что, ну, мало ли, ливневку плохо впереди. Чтобы какая-то погрешность была. Если даже какое-то будет на том месте проседание, то у нас есть еще зазор, благодаря которому труба просто не наклонится. Теперь газы будут полностью выходить в атмосферу и никаких вопросов не будет. Поэтому, если вы сталкиваетесь с такой ситуацией, что вам необходимо какие-то сделать модернизацию вашего строения, ну, в данном случае это был навес, ни в коем случае не оставляйте под навесом коксиальные трубы. Потому что вы столкнетесь с такой проблемой, что у вас будет полностью мерзать стенки, потому что газы не будут выходить, все будет мокро, и в результате чего просто материал, который сделан дом, он просто повреждается, и вы вынуждены потом переделывать. Поэтому не экономьте, а делайте так, как необходимо. Это очень важно, потому что вы, когда покупаете дом, проверяете все. Здесь заказчик купил дом, и он с многими проблемами встречается, поэтому здесь я еще приеду потом позже, потому что буду делать, наращивать дымоход для камина, потому что мы вывели под общий грибок, и мы не вывели дальше. Если вы решили сделать какие-то изменения, посмотрите в инструкцию, посмотрите в паспорте к котлу, насколько можно делать горизонтальный участок. Здесь 4,5 метра, сейчас у нас задействовано 3 метра, то есть у нас еще есть зазор. Плохо, что производители, правда, не пишут, труба утеплена или не утеплена, но в моем случае, и я вам советую, утепляйте трубы для того, чтобы уменьшить количество конденсата, которое создается между сотой трубой и шестьдесятой. Конденсат всегда есть, вопрос его количестве. В конце уже, когда я собирался, сейчас хочу немножко добавить. Вот смотрите, у нас выходит коаксиальная труба, она вышла за свес, но при этом, обратите внимание, что на кровле нет никаких оградительных элементов. Поэтому я вам советую, и здесь заказчику я посоветовал поставить снягодержатель для того, чтобы скать небольшой, то есть может снег набираться, снег, 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 лед, потом снег, и в один прекрасный момент просто это ложится на ливневку и переходит через ливневку дальше на трубу. Что происходит? Значит, на трубу, если снег попадет, лед, то, соответственно, она может немножко где-то повредить и наклониться. Но вопрос не в этом, а вопрос в том, что это неправильно. И чтобы этого не было, ставьте снегодержатель. И обратите внимание, почему я оставил воздух до свеса. Именно из-за этого. Потому что если снег даже перевалит, если он начнет забиваться, чтобы не забивались полости, которые идут для подачи воздуха на окончании, вот для этого я оставил под свесом окончание, чтобы воздух поступал всегда. И не было никаких вопросов дальнейшей эксплуатации. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Коммент бай. Подписывайтесь на мой канал. Заказывайте мне монтаж дымоходов. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Пока.